Добрый вечер Ага, спаси Господи Вот, я еще не ходил, только собираюсь Вот, я вчера на разборе немножко вел себя, наверное, не очень хорошо Как бы, прости Господи меня Ну, я как бы уже помирился с братом Игорем Но, просто, почему мое такое поведение? Я смотрю, что он, ну, просто бы хвалил вас, это одно дело И понимаю, что, ну, подхалимство, это ладно Это я бы не обращал внимания Но он постоянно противопоставляет вас церкви Почему церкви, вот, везде все плохо И только вот, и начинает противопоставлять И меня вот это вот, зачем противопоставлять? Зачем ссорить церкви? Уже много раз говорил, говорил много раз Меня забудьте, не поминайте Я в это время, когда я разговариваю, я в другой комнате Это слышу, опять говорит Я говорю, скажи, Никита, пойди, скажи, чтобы не трогали меня Нет, други, ты теперь как бы сэпятся И вот, ну, я терпел, 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 терпел Ну, кто-нибудь его скажет это хоть когда-нибудь Потом, я говорю, ладно, самый губливый там Красноязычный и самый схудоумный Но скажу, говорю Ты хоть, говорю, губы вытирай после того, как целуешь в одно место Прости меня, Господи Ну, что ж ты делаешь? Ну, как так вот Ты же ссоришь всех и вся Ну, ладно, не объясняй Зачем так я поставлять? Уже много раз говорил об этом Я вот сколько раз на собрании везде Забудьте про меня, меня здесь нету Я за ширмой сижу Ничего не могу сделать Я каюсь, каюсь в этом Ладно, ребят, ты по делу говори Не надо Для меня это никакой роли не играет Совершенно там Я это, посмотрел греческое крещение Там я вам его послал по скайпу Посмотрели мы, просмотрели Ну, то есть Вот, там крестят еще страшнее, чем у нас Да Там кроме того, что еще Поп должен вот так вот нарядиться Как, это, закинуть за себя эту самую ризу Сверх фартук надеть, как резник иудейский И еще банщик нужен Мало того, что он там омывает Сам это не погружает Еще там другой должен со стороны банщик прийти Там, может, еще с веником попарить Обмывать эту девочку Вот, ой-ой-ой Я посмотрел, там еще Вообще непонятно Таинство и как это Раздели догола Половина Купели воды Половина масла налили святого Не в воде, а в масле Половина воды, половина масла Одни ноги с тупни погрузил Ноги погрузил И начинает ее омывать всю Я был удивлен Ну что ж, какое крещение И мы должны с этим мириться И считать, что они тоже крещеные Вот, как-то мне очень тяжело Вот это вот Это, видно, богатые какие-то Одеты-то как хорошо Богатые какие-то были? Ну, они там Все побогаче, чем мы Ладно, это я не смотрю Но, да, ну Крещение Это даже непонятно что Я бы не узнал Если бы не знал крещение Я бы не узнал, что он делает То ли обрезание собрался делать То ли еще что-то Я бы не узнал Камбалу, Камбалу, Камбалу Запекает в масле Да, да Маслом намазали Еще ему помощник там какой-то со стороны Запиши, я скажу тебе Запиши Со стороны Запиши Большая греческая свадьба Кино такое, посмотри, фильм Большая греческая свадьба Синиш? Ага И ты там увидишь многое Как крестят Как из американца Грека делали Очень интересный фильм Как гречанка выходила Большая греческая свадьба Большая греческая свадьба Ага Ее найти надо Ну, найду И там как крестили его они Он покрестился Говорит, я теперь тоже грек Американец Вот действительно Посвящают в греке А не Господу Надо, чтобы человек Господу посвящался А это в греке Греком делают Да Действительно Он едет и всю дорогу говорит Какая фамилия Как происходит И он все подводил Греческому языку Он говорит Когда мы уже культурой владели А вы еще американцы С деревьев не слезли Ну да Я об эпитимии рассуждал сегодня Вот эпитимия Почему она необходима Эпитимия Там какая уж Дело десятое Вот Но почему Вот человек Который пришел Раскаялся Он должен Немножко Не наказание Понести Не наказание Это совсем Это просто Исправление Какое Он должен Доказать Что он Исправляется Сам Что он Возненавидел грех Почему Вот Если В моем детстве Как лук делали Были капроновые чулки Туда луковицы Складывали И подвешивали Если лук Хороший Он будет хороший А если Какая-нибудь Гнилье попадет То сгниет Там половина Это самое Не заметишь Так же Клубнику возьми Одна попадется Гнилая А если Плесни Так плесень Покроет все вокруг Поэтому и надо Отделять от себя Те кто согрешил Каким-то грехом Он должен Сначала Возненавидеть грех Отказаться От греха Чтоб не заразил Ближних к себе Кто вокруг него Стоит ближнее Он заразит Поэтому Как бы Это самое Должен Побыть В другом месте Вот Постоять на улице Доказать Что он Исправляется Что он Это самое Хочет Быть членом Общины И ненавидит грех И больше его не совершает Вот чем дело Чтоб не заразил других Я Так понимаю Эпитимию Правильно? Ну это тоже Это один из элементов Но одновременно Это и наказание Человек-то мучается Представь себе Причищаться нельзя Это не просто Вот у евреев Когда произнесут Харем Харем На еврея Он Когда если его Отвергли То Теперь Если он Приносит покаяние Он должен На порог Лечь И через него Каждый перешагив И должен Плюнуть на него Это не просто Было так Ну да Запрещение Ну человек Допустим Украл что-то Украл вернул Но ему срок дают Зачем дают срок-то? Чтоб пришел в чувство Что он вознавил Ведь до чего В тюрьмах-то держат-то? Это в тюрьмах Везде держат В Америке держат в тюрьмах В Германии И во Франции А до чего держать Когда он покаялся уже? Деньги вернул А за что сажать-то да? Не, ну Там может быть Чуть-чуть и есть И наказание Но в основном Он несет, конечно, себе Но Он несет наказание Тем, что он доказывает Он несет наказание Терпит Наказание Доказывая, что Он действительно Исправляется А неся наказание Он действительно Исправляется Он ненавидит грех Он уже не будет Так грешить Вот в чем дело Я вот тоже думаю Ну как вот Вот у меня Вот такая Кормчая книга Вот Которую вы говорили Да 719 правил В Израиле 613 Митцвод Как бы Больше, чем в Израиле И все И там правила Есть у израильтян Разрешающие Запрещающие А у нас Только наказательные Да У нас только наказательные Ну как бы Карающие все Вот такие вот правила Карающие Я думаю, что ж так Ладно Потом начал разбираться Ага, не так-то просто Почему? Потому что Человек должен Исправиться Иначе он заразит грехом Вот если Не заставлять его Справляться Он Заразит грехом Его можно Простить И Как бы Поместить в общину Но Если он Не прочувствовал Это Не возненавидел Грех То он этим грехом Начнет заражать Сначала ближних Потом дальше Дальше И может Себя община Заразится Вот как Как овощи Как говорится Или там Любые Гнилье Брось там В картошку Да И от нее Другая картошка Начнет гнить Третья Четвертая Пятая И если Не доглядишь То мешок Сгниет Я хотел Посмотреть Словарь Сейчас Эпитимия Переводится Наказание Церковное Церковное Наказание Слово Эпитимия Как переводится Наказание Наверное Ну я не знаю Я могу посмотреть Проблем никаких Нет Церковный Словарь Вот прям Открыть Это Вообще Ничего Там Нет Это На греческом Ну да Это Так Вот Серахов Восьмая Глава Шестой Стих Серахов Можете Записать Не укоряй Человека Обращающегося От греха Помни Что все Мы Находимся Под Эпитимиями Так Сераха Шестая Глава Восьмая Восьмая Девятая Или Восьмая 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 В поисковике Это девятая Восьмь шесть Ну как Восьмая 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 Сейчас Давай Шлифоватой Стал Мартышка К старости Слаба Глазами Стала Соломона Иисуса Сына Серахова Шестьсот Сором Ты Шестьсот Как я Найду Быстро Восемь шесть Как я Библию Открываю Часто Шестьсот Сором Восьмая Глава Шестой Стих Да Вот так Не укоряй Человека Обращающегося От греха Да Помни Что все мы Находимся Под Эпитимьями Да Все мы Находимся Под Эпитимьями Да Запомню я Это Раз мы согрешаем Господь дает Меру Наказания Под Эпитимьями Мы все Грешники Смысл То в этом Заражает Это Уже потом Все грешники Да Все грешники Вот Смотрите Сейчас я Открыл Википедию Википедию В этом Ну В гугле Посмотреть Это слово Тут у меня Закачка идет Сейчас она Откроется Можно тоже Посмотреть Но Словарях Там Политическое Вот смотрите Еще написано Эпитимья Исполнение Исповедовавшегося Христианином По назначению Священника Принимавшего Таинство покаяния Тех или иных Дел благочестия Имеет значение Нравственной Исправительной Меры В православной В православной Церкви Эпитимья Не считается Удивотворением Бога За грехи То можно Ее налагать Накающегося Который Чистосердечно Раскаивается Обещает Не повторять Грехи В настоящее время В православии Эпитимья Налагается Редко В основном На тех Кто В кавычке На всякую Эпитимью Готовый То есть Если священник Убежден Что ни к отчаянию Ни к ленности Ни родению Эпитимья Не приведет Наложенный Эпитимья Не может быть Сверх возможностей Человека Православное Каноническое Право Определяет Эпитимью Не как наказание Или карательную Меру За совершенные Грехи Но как Врачевание Духовное При этом Важно учитывать Что эпитимья Не составляет Безусловно Необходимости При совершении Исповеди Степень продолжительности Эпитимья Обусловлена Тяжестью Греховных Преступлений Но зависит От усмотрения Духовника То есть Одна треть Только может Сняться Суровые Эпитимьи Предусмотрены Древними Канонами Долговременное Отлучение От причастия Даже Предписание Молиться Не в храме А на паперти И другое В настоящее время Не употребляется Разве это хорошо А у старобрядцев Употребляется На Неисполучен Этипию Считается Особая молитва Над разрешенным От запрещения Он запрещен был Это наказание Через которое Он полностью Восстанавливается В своих Церковных правах Аборт Сделал На 10 лет Правила Васильевика Второго 10 лет А сегодня 40 поклонов И на новые Подвиги Убийство 18 лет Колдовство 18 лет Вот говорят Если наложить То никого Не будет У нас Написано За пьянку Отлучается На 2 года У нас Такой был Один запил На 2 года Отлученный Ну прошло 2 года Он говорит Ну я уже Не пью Ну иди на исповедь Батюшка разрешит тебя опять Ну и слава Ну вот Там как я и говорил Что это Не столько Наказание А сколько Это Врачевание Да И спасение Другой общины Вот Я У меня Библия Это Самая Слушай Сергей Подожди Это Острожская Библия Да Печатанная Иоанном 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 Петром Вот Я читаю Вот это Здесь Как Не поноси Человеку Обращающийся От греха Да Тоже Иисус Иисус Помяни Яков Все Есть Мы В Епитимиях Это Иисуса Сына Серахова Восьмая Глава Вот Я Сравниваю Это Еще И Елизаветинскую Библию Бывает Люблю Почитать Вот это Вот Я Приобрел В этом Зашел В единоверческую Общину И увидел Там Эту Библию И купил Вот И сразу Читается Легко Сразу Раз Сяду И главу Прочитаю Вот Так Очень Хорошо Читается Вот Смотрите Что написано Отлучение От причастия Святых Тайн Православие Пятимья Состоящего Отлучения От причастия Святых Тайн Это Википедия Назначалась За грехи Явные И более Важные Существовало Такое Указание Правил Святых Отцов Относительно Сроков Отлучения Иеретикам 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 Доколине Отрекутся От своих Заблуждений Кровосместникам На 12 лет Прелюбодея От 9 до 15 Убийцам До 25 лет Мужеложникам До 15 лет Скотоложникам До 15 лет Или до конца жизни Клятвопреступникам До 10 лет Волшебникам До 25 лет Прогробокопателям На 10 лет Видите Какие Все Тут Википедии Все знают В Латинском Обряде Католической Церкви Этипиньян Означается Священником Кающимся Как правило Во время Каждой Исповеди Завершением Особых Случаев Этипинья Заключается В прочтении Определенного Количества Молитв Протеерей Григорий Диченко Вопросы На исповеди Взрослых Христиан Москва 96 год Издание Книга Булгаков Настольная Книга Священнослужителя Страница 1106 Вот Все накародно Здесь Грамота Сибирского Тобольского Митрополита Игнатия О том Что Крестьяна Тимошку Пахорукова Изопрещенного Блудодеяния Соснохою Подвергнуть Эпитимии Видишь как Все предусмотрели Так что тут Осторожно Надо быть Чтоб не отлучили Меня Архиерей Грозился Отлучить За Три Материала В моей книге Коиственного Православия За то Что я За русский язык Второе За проповедь Что проповедь Вселенская Из-за службы В армии Но Обошлось Простил Или не знаю Что там Почему Ну А этот Хороший Этот самый Который Ну Был Домодедовский Да И Тихий Курочкин Он Домодедовский Да Домодедовский И Тихий Курочкин Ему не понравилось Что я там Говорил А материалы Эти На основании Святых Отцов Святой Библии Ну да Да Это так и есть Но я сказал сразу Если только он Меня отлучит Я сказал Я сразу выйду В коридор А в университетах Я буду преподавать В милиции Буду вести занятия На радио вести Он меня там не может Отлучить Я там то Это же не в церкви Это уже его не касается Это не его епархия Он только может Отлучить От причастия От Но он не решился Он молодец Благословен будет у Бога Спасибо Господи Ну а вот с Ниной Жолмировой Она как До сих пор еще что-то стоит А вот посмотрела Да Так и стоит А на ней ничего нет Ни эпитемии Ничего нет Она не говорила Никогда нигде Никого Просто злоба Нечеловеческая Да нет Это беззаконие Это беззаконие Я считаю Что этот священник Должен мало того Что ввести ее сам По это самое По Вместе с этих В присутствии Там кого Благочинного Вот И еще Наверное И эпитемию Должен понести Какую-нибудь Конечно Так его главный архиерей Незаконно Архиерей Митрополит Его заставляет Он не подчиняется Ну Вот Что-то какое-то Вообще Непонятно Почему Не подчиняется Подожди Говори Ну понял А Да мы молимся тебя Ты завтра Примешь нас? Нет Пол третьего Мы постараемся Приехать Там Врачи Не будут нам мешать И мы тебя Снять Обязательно Даже снять Обязательно Я запись проведу Да Такая ты Какая Ну все Тогда Не мучайся Отошел Поговорим Завтра Все С Богом Тяжелом состоянии Сестра В больнице Вот Корпча О Богатая Богатая Да ты Сейчас Прям вообще Подержи Ой-ой-ой Так это Старобрядцы Издали Нет Издали Наши Вот это Да Наши Издали Ну это Вообще Оригинально Воскресенье На Маканон Издали Наши Сергей А там Правила Павла и Петра Есть Нет Правила Петра и Павла Есть О Это полное Это полное А Юстиниановы Декретали Сзади Сейчас Смотрим Кого Вы сказали Юстиниан Император Юстиниан Он канонизирован Декретали У меня Такая книга Была В руках Не один раз Юстиниан Декретали Значит так 85 Апостольских Правил Да Два Правила Всех Святых Апостолов Два Правила Потом Собор Первого Второго Третьего Четвертого Пятого Шестого Седьмого Анкирс Ну это Правила Поместных Правила Святоотеческие Василия Великого Дионисия Александрийского Петра Александрийского Григория Невокисарийского Афанадия Так Указания Божественных Писаний И О Непоставлении На Мзде О Послании Константина Главы Великие Церкви Софии Димитрия Митрополита Кизического Олеговитах Так От свитка Божественных Новых Заповедей Иже В Божественном Наследии Царя Иустиняна Различные Заповеди Потом О различных Титлах Рекши Грани Иустиняна Понял Все Не надо Больше Не надо Больше Все Полная Полная Да и Осипска Это очень Ценный Материал У вас Да Вот Что там Говоришь Замещательно Снимай ее Ты богатый Книгами Богатый Как настоящий Книжник А книжник И есть Книжник Наученный Царствию Божьего Выносит И старые И новые Сокровищницы Своей Да Я люблю Книги У меня Три Псалтыря Три Псалтыря Старообрядческий Наш Наш И Тегилим И Еврейский На Еврике А у меня Псалтырь Дай ко мне Я Считаю Там Сям Где Я признаю Где не совпадает Я один Псалтырь признаю Вот каждый день Мы по нему Молимся Видно Нет Да А вот Это хорошо А вот Кто его И сдал Сейчас покажу Мы каждый день Молимся По этому Салтырю Так Сейчас Это не Открывает Вот оно Где Кто его И сдал Смотри Псалтырю Псалтырь Объединенные Библейские Общества О Вот Видишь Объединенные А смотри Какой шрифт Прекрасный Да Да Хорошо Где что не так Там Псалом Псалом Как вот Поется Очень красиво Я его часто Слушаю Слежу Вот Здесь А я слушаю Тоже Слушаю Не знаю Женечку Я с ним Вчера говорил Может сегодня Поговорил Вот Он хотел вас О крещении Спросить Да Я ему Рассказал Спросить о крещении Там Я ему Рассказал Материалы Нет Он меня тоже Спрашивает Он спрашивает Меня о крещении Я говорю Ну Жень У тебя Крестили Во-первых Протестанты Они самые Некрещенные Во-вторых В одно Погружение Была бы Троечность Вот Троечность Это обязательное Условие Понимаешь Здесь вопрос Был бы Такой Миропомазанием Все равно Нужно добавить А у тебя Небе Чтобы войти В церковь Деньги Просят С него Он пошел В Иерусалимский 200 долларов Говорит Дай Это Иерусалимский А у него Там Он может Креститься В Московской Патриархии Где бесплатно Нет И причем Иерусалимский Подожди Московский Попросили 100 долларов Но сказали Только с разрешения Иерусалимского Потому что Мы на чужой Канонической Территории Нет Они написали Официально Официально Но я ему говорю Ты приди к отцу Игорю И скажи Я хочу креститься Но креститься Я буду только Бесплатно И погружением А деньги Я вам и так Дам Десятину Десятина будет Я буду ее носить Я так ответил А креститься Я говорю Договориться можно И здесь проблем Нет Вот с Московской Проблем нет Никаких Там договориться Можно И вот эти вот Взносы Скажи Десятину Буду платить И все А креститься Бесплатно И договориться Можно Что в этом реке Другое дело Что Разрешение В Иерусалимской Получить Там тоже просто Там Существует Определенный Бланк Заполняешь И по факту Отправляешь И там присылают Просто звонят Тебе И дают разрешение Все Я говорю Приди Вот получи бумажку Приди К нашему Российскому Отцу Игорю И скажи Вот я получил Я хочу у вас креститься Такие вот условия Деньги я вам буду давать Деньги я вам дам Если хотите Вот возьмите Но Крестите вы меня Бесплатно Это не за крещение Деньги Это Десятина И Крестите меня Хотите в море крестите Хотите в Иордане Вот Но только Полным погружением Проблем нет У него Какое-то сейчас На полделе Уныние И он опять Начинает Вот я думаю Я думаю Что я крещен Я говорю Не думаю Не думай Не думай И надо креститься Всегда Враг Он На полпути Тебя будет останавливать На полпути Потому что Трудиться Надо всегда потрудиться Что хочешь Сделать доброе дело Потрудись Филиппон Пошел на дорогу Явскую Чтобы Встретить сотню Этого Чтобы крестить человека Просто так Ничего не дается Крестил это Тоже вышел И тебе надо Это кажется Что трудно Все Начни делать И дорогу Осидишь Все Вот так Примерно Ну да Я ему так Я позвоню ему Сегодня Потому что Это на полпути Всегда Всегда Начинается Бесполуденный Бесуныние В 90-м псалме И без Аполуденного Бесполуденного Тебя полдела Нападает Бес уныния И без Ну как он Всегда Разочарование Нельзя Работай Надо победить Иначе Это самое Крестись В Московской Патриархии Бесплатно Договориться Можно И он тебя Крестит Бумажку Получи От этого Что хочешь Креститься В Московской Там дают Там даже Не спрашивают Только Запрос Подай Тебе Бумажку Дадут Приходи И требуй Хочу Креститься Деньги Давать Буду Я не Отказываюсь Это Моя Обязанность Десятина Но Креститься Я хочу Бесплатно И Деньги Я вам Дам Хотите Вот у меня Такая Зарплата 100 долларов 200 долларов А если В этой 300 Дам Но Крестите Вы меня Бесплатно Вот так Я его так научил Он так же сказал Или как Нет Я ему рассказал Так Ну а этот Патриархи Потребовал 100 долларов Я говорю Ты Скажи ему Десятину Я дам После Когда я Буду что-то иметь А крестить Только бесплатно Чтобы не было Симонии Иначе Крещение Будет Недействительное Он не потребовал Он не потребовал Он ничего не сказал Написано Там он нашел Он зашел на сайт На сайт Это На Скорской Патриархии Ну там Это Миссия Духовная Духовная Миссия И там написано Крещение Совершается Так-то Так-то Можно совершать Но Пожертвования 100 долларов Американских Пожертвования Ну понятно Ты Иди Ты Прочитал Прочитал Закрой И забудь А иди Общайся Со священником Со священником Не надо Это официоза Иди Со священником Общайся Вот И с ним Можно договориться Ему скажи Я дам Даже Я ему говорю Я дам вам прежде Если вы не верите Я вам дам Десятину прежде Сколько там Я дам Прежде Не надо Прежде Не надо Давать Это Получается Как плата А я решу Когда там И все Десятину Я обязан платить Но прежде Никак Это уже Как Перед крещением Это не надо Прежде Никак Нет Он Какая разница Он Все равно Христианин Это Ну Может быть А плата Ну Плата И это Самое И может быть И после Это уже Как договорятся Здесь Главное Что это Не плата Это Я Десятину Я Пусть Пусть Ладно У вас 100 долларов Я вам дам 101 доллар Это не плата Я даю Десятину вам Или сколько там Это не плата Ну Ну правильно Все Поговорили У вас Какие-то Еще Что-то Хотите Сказать Все Нет Простите Меня У нас Все записывается Выставляется Вы не против Давно Известно Давно Известно Я не против Не против Благодарю С Богом Все Спасибо Слава Христу Слава Боже Все Не выключилось Что-то Не выключилось Наверное Там